Рабочая неделя главы района расписана буквально по минутам, но тем не менее Роман Синеговский всегда находит время, чтобы пообщаться с прессой. Встречи с представителями местных СМИ помогают узнать, что сейчас волнует славянцев, обсудить проблемные вопросы. Подробности в первом материале выпуска. На пресс-конференцию были приглашены представители районной газеты «Заря Кубани», наши телерадиокомпании и пресс-службы района. Встреча прошла в рабочей обстановке. Роман Синеговский в нескольких словах описал социально-экономическую обстановку, складывающуюся в районе на сегодняшний день. Проводится большая работа по формированию доходной части бюджета, который является социально ориентированным. А это значит, львиная доля налогов, которые поступают в местную казну, возвращаются жителям в виде благоустроенных парков и скверов, модернизированной медицины и отрасли образования, достижений в культуре и спорте. Благодаря участию в краевых и федеральных программах привлекаются деньги на строительство новых объектов – малобюджетного спортивного комплекса в станице Анастасиевской, школы на 825 мест в городе, которая позволит всем детям учиться в первую смену и разгрузит первую, пятую, четвертую и восемнадцатую школы. В планах строительство спортивных объектов в Петровском и Кировском сельских поселениях и детского садика в Славинске-на-Кубани. На батарейное здание, где была Надежда, на сегодняшний день мы, благодаря поддержке Виктора Васильевича Чернявского, мы хотим там сделать садик чисто ясельной группы. То, чего не было. То, чего не было, да. В двух направлениях работаем. Первое – это здание. И в районе школы у нас отведен земельный участок, где есть желание, там порядка полутора лектора территория, где есть желание, у нас проект уже есть на это дело, все-таки построить еще один детский сад, близнец, вот тому садику, который на 320 мест у нас есть. Продолжится преобразование и в системе здравоохранения. Благодаря помощи депутата Государственной Думы Ивана Демченко планируется отремонтировать второй этаж Петровской больницы. Готовятся документы для приобретения нового оборудования в хирургическое отделение ЦРБ. Будет завершен ремонт детской поликлиники. Во время встречи журналисты задавали главе интересующие их и жителей вопросы. К примеру, многие славянцы озабочены, а есть ли белки в установленном недавно вольере. Роман Сенеговский с улыбкой пояснил, что белки действительно живут, просто еще не адаптировались к шуму города и постоянно прячутся. Что касается самого живого уголка, то эта идея получит дальнейшее развитие. Планируется и в Северном парке сделать еще один живой уголок, где будет много разных животных и птиц, каких еще решается. Что касается благоустройства в целом, то оно будет продолжено. Участвую в программе «Комфортная среда». В этом году нам пообещали порядка 20 миллионов рублей. 8 миллионов – это город. Вот эту часть мы хотим более улучшить, вот аллея любви. Здесь вот эти тротуары, скажем так, в центре города. И 12 миллионов – это петровское поселение, дворы на квартирных домах. Интересовали журналистов и вопросы обеспечения безопасности и своевременной помощи жителям в случае паводка. «Ситуация, она все зависит от того, какие осадки выпадают, какие температуры в горах. То есть сейчас этого тяжело предусмотреть. Но весенние и осенние паводы, как правило, бывают. Вопрос критичный, не критичный. Поэтому надеемся, что будет не критично. Но все бывает в этой жизни. Поэтому готовы. По берегу укреплением, да, каждый год в район входит в программу. Мы, значит, слабые места наши укрепляем, смотрим». В ходе встречи был задан вопрос и о будущем земельного участка в центре города по улице Красная, где планировалось построить торговый объект. Но строительство замерло. Роман Сенеговский заверил, что с арендаторами участка постоянно проводится работа. Строительство должно начаться. В противном случае придется разрывать договор аренды. В конце пресс-конференции представители СМИ поблагодарили главу района за встречу и за полные обстоятельные ответы. Анна Монастыренко, Александр Косицын. Программа «События».